Медучреждения региона продолжают переход на цифровые технологии. Уже сейчас записаться в поликлинике Ивановской области можно через интернет. Следующий этап – формирование электронной базы амбулаторных карт пациентов. Это необходимо для создания полноценной системы обмена документами между разными специалистами и клиниками. На сегодняшний день говорить о полном электронном документообороте вообще сложно, потому что законодательство пока не позволяет избавиться от бумаги, поэтому мы вынуждены сейчас, честно говоря, дублировать, да, это электронный вид, это клеивать в карту. Конечно, сейчас законодательство будет меняться, мы обеспечим врачей ключами электронной цифровой подписи и будем стараться максимум информации забивать в электронную медицинскую карту. Программа рассчитана до 2024 года. К этому моменту в 100% ведучреждений должны ввести электронные медкарты. Для этого необходимо оборудовать техникой более 6000 рабочих мест врачей. Но это не означает, что уже через 5 лет все бумажные аналоги можно будет отправить в архив или уничтожить. Просто теперь специалист не должен тратить время на заполнение документов от руки. Формируется база пациентов. Те пациенты, которые поступают к нам в первый раз, медсестра фиксирует паспортные данные пациента, данные полиса, снился, направление, с каким поступает пациент. И в результате этого формируется база данных. Если пациент, допустим, поступает повторно к нам в приемное отделение, то эти данные уже заводить заново не надо. Сейчас в областном центре цифровизацию проходят не только поликлинические отделения, но и стационары. Седьмая городская больница – одна из предвеков в этой сфере. Здесь систему запустили в феврале этого года. Врачи уже успели оценить ее плюсы. Приходит пациент, он уже записан. То есть врач назначил. Я знаю, сколько у меня человек. Я планирую свой рабочий день. И тем самым регулирую время. Нахожу пациента, делаю процедуру и спокойно вписываю данные. В планах доработать систему и добавить в нее возможность загружать не только текст, но и изображение. Главное, подчеркивают медики, чтобы доступ к этой базе был не только у врачей одной больницы. Изучить историю болезни в цифровом виде со всеми подробностями сможет специалист из любой точки страны. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.